Практически в сумме получается так, тебе дают 10 рублей в один карман, а из другого 30 выгребают. Вот в этом году это и произошло. Вы знаете, что существенно повысили цены на генеральное давление, на солярку, налоги, всякие Меркурии, Платоны. Вот сейчас вводят маркировку и фактически доходы сельского хозяйства, производители сельского хозяйства, они уменьшаются. Что еще государство сделало, и мы об этом говорили? Создание крупных агрохолдингов это такой приговор к сельскому хозяйству. И мы считаем, что именно народные предприятия, предприятия, которые я представляю, какие были представлены на форуме, который Игорь Андреевич проводил в КПРФ в субботу, там совершенно другая история. Мы считаем, что агрохолдинг, которые по сути своей сидят либо в центральных городах России, то есть Москва, Санкт-Петербург, и у них там штаб-квартиры, или еще хуже является вторым, третьим поколением офшорными компаниями, которые выводят всю прибыль за рубеж, это не будущее России. Будущее России это средние и мелкие, а может быть даже крупные предприятия, руководители которых и собственники живут на той территории, где работают их любые. Вот пример таких хозяйств, как Уссулия-Сибирская в Иркутской области, Мариэл, Звениковский в Мариэл, мы в Подмосковье, в Старополе, Богачево хозяйство. В Красноярске я был там Салгон, такой предприятия, Борис Владимирович Мальниченко, который показал, тоже выступал на этой форуме. Да, действительно, мы живем вместе с нашими работниками, наши дети ходят в те же самые школы, детские сады, мы ходим в те же самые поликлиники, что наши работники, и это будущее сельского хозяйства. А вот эти агрохондинги, это, скорее всего, совершенно другая история, это история выкачивания из нашей земли денег для того, чтобы вводить их в крупные города или еще хуже за рубеж. Поэтому мы выходим со своей программы, программа развития села, и, кстати, об этом тоже Геннадий Ильич говорил в субботу на форуме, о том, что мы, я ему как бы предложил и разработал, участвовал в разработке программы «Коммерсное развитие села», И, к сожалению, вот это вот правительство, которое сейчас выполняет поручение президента, а я напомню вам, что госсовет проходил в декабре 2019 года, и там обсуждалось, что нужно увеличивать финансирование сельского хозяйства и сельских территорий. То есть, это правительство на треть срезало, то есть даже больше, на две трети срезало ассигнование с этой программой и практически не финансирует сельские территории. И мы говорили, что, слушайте, ну есть первый шаг, это когда вот эту программу нужно наполнить деньгами, а Минфим почему-то не выполняет распоряжение ни президента, ни правительства. А второе, что на самом деле в нашей программе это не менее 10% федерального бюджета должно быть направлено на развитие сельских территорий и на сельское хозяйство. Потому что вот сегодня при посещении рынка, знаете, вот стоят две женщины, мама и дочь, в обоих коровы. А на вопрос, а где ваши дети, они говорят, что, например, мама говорит, у нас трое детей, одна уже в Москве учится, остальные тоже не собираются оставаться в деревне. Это приколор. Это значит, через 10-15 лет вообще никто не будет работать на сельских территориях. А мы с вами перейдем на питание, которое практически у нас, скажем так, видно в магазинах. Пальмовое масло, соевые белки, отсутствие натуральных качественных продуктов. А если им будут натуральные качественные продукты, они будут недоступны населению. Потому что сегодня, опять же, ну что такое морковь килограмм за 75 рублей, или свекла по 45 рублей. Это практически приговор. А знаете, кстати, почему на овощи есть такая цена? Потому что в отличие от сыра, от мяса иных продуктов, я имею в виду клубас, фальсифицировать овощ невозможно. Его надо тут-то привезти. А если его нет, или он очень дорог, я думаю, если евро-доллар растет в цене, то вы практически не можете привезти дешево овощи. Поэтому они начинают дорожать, а за ними подтягиваются овощи уже России, потому что их мало, к сожалению. Чем меньше будет людей, которые заняты в сельском хозяйстве, а за последние 10 лет мы потеряли половину от сельского населения и тех, кто занят в сельском хозяйстве. Это по нынешней переписи, которая проходила в 2016 году. Это такой приговор, что в ближайшее время мы с вами окажемся заложниками пальмового масла и всех остальных вот этих ингредиентов, заменители животных жиров, которые уводятся, ну и многое-многое другое. А что это означает? Что мы с вами потеряем здоровье нас. Потому что аллергия у детей, плохое самочувствие людей, огромное количество сердечно-сосудистых заболеваний, это именно потому, что мы едим с вами некачественную продажу. Поэтому главной задачей государства является развитие сельского хозяйства, обеспечение нормальным, качественным продовольствием, небезопасным, как и местным, так и непродовольственным безопасным, а именно натуральным продовольствием граждан России. И это залог будущего здоровья нации. Но что мы еще сегодня можем предложить? Потому что в программе «10 шагов в достойной жизни» там много вещей, которые касаются напрямую сельского хозяйства. Ну почему, например, в сельском хозяйстве пенсия иногда в полтора-два раза ниже, чем в полтора-два раза? Наоборот, это тяжелее жить. Если я вам напомню, что когда-то при ППСС, при советской власти, например, сельским учтям, сельским врачам доплачивать 20% выше тарифной ставки, чем в городе. Почему? Потому что все эти местности тяжелые. Вот такие хозяйства, как наши, которые были участвовать в форме, мы оставили советские принципы. В чем заключаются советские принципы и хозяйственные деревья? Там директор совхоза, руководитель своего предприятия отвечал за все. Есть ли машина для фельдшера, чтобы доехать до больного? Есть ли там дрова или кто подведет газ к учителю, к дому учителя? Каким образом оснащена школа? И вот предприятия, которые участвовали в форме, показали, что даже в это капиталистическое, если можно так ругаться, слово, в этот капиталистический строй все равно, такие предприятия, которые Геннадий Андреевич называет народными, они не только повышают заработную плату. Я вам напомню, что у всех предприятиях, которые там собрались, средняя зарплата в сельском хозяйстве у некоторых выше 100 тысяч рублей доходов. Но меньше 55-60 рублей. Мы сегодня обратились с вопросом, о сколько зарплаты в сельском хозяйстве Перми, 20-25, это вот зарплата, которая на самом деле на эти деньги прожить невозможно. Но что делают еще предприятия такого типа, как наши? Это не агрохомы, а просто вот, наверное, здесь вот предприятия. Мы вкладываем деньги в развитие школ, детских садов. Вот интересно, как получилось, я проехал Красноярский край, нас два хозяйства, Назаровское и Солбом посетили, и там прям один в один, значит, они строят бассейны, мы уже построили бассейн, мы все построили храмы у каждого, значит, есть понимание, что люди, как бы не хлеба, жив человек, мы помогаем детским садам, строим детские сады-школы, и вот во всех предприятиях, где я был, я проехал еще и в Мариэл, предприятия Зенитовская, и в других долгих хозяйствах в Куркутской области, все мы занимаемся только одним, повышаем заработную плату, модернизируем производство, причем государство нам не помогает на собственные деньги, и вкладываем деньги в социальную инфраструктуру, что в принципе делал в Советском Союзе любой директор, ему было поручено, директор сельхозких приятелей. Поэтому мы предлагаем совершенно новую для России, а на самом деле абсолютно уже запутую советскую модель развития сельского хозяйства, где основные доходы получает работник на территории, значит, что если предприятие успешно работает, оно обязательно вкладывает деньги в собственную структуру, и не делит, например, на мои работники или там учителя, у нас такой принцип, что все, например, получают беспроцентные суммы, и все работники совхоза, и учителя, врачи, воспитатели детских садов, и даже культура, тоже мы считаем, что это наше другое. И к этому, в принципе, нужно вернуться, в программе это есть. Что еще является очень важным для сельского хозяйства? Обычно во всем мире за продовольствие платят два субъекта. Первый. Либо государство, оно доплачивает в виде компенсации, субсидий, субвенций, ну и всего остального. Либо граждане, которые должны быть в богатых. Вот эта ситуация, где всех загнали в кредитную кабалу, где люди, то есть работающие люди, они не могут быть бедными по определению, ни в одной стране мира нет такого, что есть в России. У нас появился класс работающих бедных. То есть человек работает, но это у нас будет в конце с концами. Я вам напомню, что свыше 24 триллионов рублей наши с вами земляки, граждане, должны банкать. Это невозможно, это непонятно и необъяснимо, когда долги граждан превышают бюджет Российской Федерации. И поэтому, загнав кредитную кабалу людей, они фактически лишили доходов, власть фактически решила возможности развиваться. Ну потому что семья из двух человек, из двух родителей, плюс еще двое детей, это сразу бедная семья. Потому что невозможно на эти деньги прожить. Вот мы сегодня со мной девушкой разговаривали на рынке. Ну вот она стоит и говорит, ее зарплата на рынке это тысяча рублей в день. Ну хорошо, пусть она даже 30 дней проработает, хоть это невозможно, 30 тысяч. Мама получает пенсию 10 тысяч, и у нее ребенок. И я говорю, ну и как, хватает денег? Она говорит, ну нет, это невозможно. Хотя она работает от зари до зари. То есть как минимум с 8 до 6 она стоит на этом рынке. И это стало бичом, потому что бедный человек не может покупать натуральные продукты. По определению, не может, потому что это невозможно. Обычно в разных странах расходы, связанные с едой, не больше 10-15%. У нас, в большинстве российских семей, расходы на питание больше 50%. Получается, что ты заплатил за еду, заплатил за ЖКХ, и все, у тебя нет денег. Но то, чтобы как-то развиваться, уж не говоря о том, чтобы культурно как-то отдыхать, фактически мы стали такими крепостными. То есть денег хватает только на еду и на то, чтобы отдопить жилища. Все, больше не на 100 денег не хватает. Мы предлагаем совершенно другую сторону. Наши предложения видны сразу. Мы предлагаем повысить доходы, прежде всего, малообеспеченных пенсионеров. Мы предлагаем повысить доходы бюджетников. И это, кстати, не те 10 тысячи, которые там... Вот проголосуете за единую Россию, получите 10 тысяч. Это совершенно другая история. Это, что каждый пенсионер должен получать, например, не меньше 25 тысяч пенсию. И когда говорят, денег нет, нет, абсолютно неправда. Деньги нет. Вы посмотрели, только золотоволюбительные резервы России составляют 13 триллионов рублей. Это только резервы. При такой цене на нефть, а я напомню, что она меньше, чтобы не опускалась в этом году ниже 60 долларов за баррель, можно... Когда-то в Советский Союз 30 долларов за баррель обеспечивал не только всех бесплатным жильем, бесплатным обучением, бесплатным здравоохранением, но еще и помогал половине мира западным странам, то есть, я имею в виду, Восточной Европы, Африки. Поэтому деньги должны быть просто переспределены. Мы говорим о сельском хозяйстве. Слушайте, ну мы же крупнейшая мировая держава с точки зрения запасов воды и земли. Мы можем производить продукции в разы, в десятки раз больше. Мы это прекрасно понимаем. Мы всем хвалимся, что вот мы такие молодцы, что у нас много зерна, мы вывозим за рубеж. Почему вы вывозите зерно за рубеж? Потому что когда-то в России было 65 миллионов крупного рогатого ската, а сейчас только 8. И мы не кормим своих животных, и их, естественно, потеряют рабочие места. Но одновременно с этим завозим суррогаты, различное там сухое молоко. Мы только из Белоруссии в данном этого года везли больше 6 миллионов тонн молока. Из Белоруссии. Никогда у нас не было такого, что Белоруссия стала всероссийской, скажем так, житницей. У нас всегда Краснодар и многие другие страны были житницей. А теперь все вывозят зерно за рубеж, а мы вынуждены покупать молоко за границей. Это не нормально. Еще раз, у нас действительно такая команда, вот, что Алексея наговорила, и сегодня, кстати, вот, Мария Владимировна наговорила на РБК о том, что, нет, мы не одиночки, мы на самом деле показываем, как можно работать. Единственная партия, которая может сказать, что, видите, мы не только говорим, мы делаем. Вот эти народные предприятия, то, что мы показали, что даже в этих экономических условиях можно достойно работать, получать высокие заработные платы, обеспечивать социальные гарантии всем без исключения, в том числе, кстати, и пенсионерам. А я тут, по сожалению, обнаружил, что если вы проголосуете, как сказал, если Един Россия наберет большинство, то, оказывается, по 10 тысяч пенсионеров получат. У нас пенсионеры в запозье медленно ежеквартально получают материальную помощь. В общей сумме больше 30 тысяч. В год каждый пенсионер получает только деньги. Плюс к этому еще и мы обеспечиваем их различными, ну, они считаются членами нашего плодового коллектива, и все социальные гарантии они получают в полном объеме. Даже то, что мы производим, мы им бесплатно предоставляем, чтобы они не бедствовали. Я имею в виду овощи, 14 тысяч тонн овощей и как-то. То же самое, например, если вы греете в Уссолье-Сибирское, или в Морелое, потому что пенсионеров никто не бросил, и всем помогают. И это не государственные деньги, это наши. Поэтому мы-то наоборот за то, чтобы не помогать разово, а пенсионерам помогать, скажем так, из бюджета. И мы против того, чтобы был пенсионный фонд. Мы за то, чтобы реформу действительно надо было проводить, но не такую, как сейчас. Кстати, я вам напомню, что три года назад мы говорили, что пенсионеры должны получать из бюджета, как было сделано когда-то в Советском Союзе. Что пенсионеры должны, вот если вы уже видели на капитальную часть пенсии, то эти деньги должны остаться у пенсионера. А если он не должен до пенсии, то эти деньги должны оставаться у родственников, ну, у наследников. И это правильно, потому что, получается, все время отчислял, 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 а потом деньги куда-то пропали. Ну почему они должны пропадать? Они должны остаться у родственников. Потом какая-то странная ситуация возникла, когда если ты взял кредит и не дожил до пенсии и умер, то кредит за тебя заплатят твои наследники, а вот пенсионные деньги твои пропадут в государстве. Ну это совсем неправильно. Поэтому, если вы внимательно читаете программу нашей партии, поймете, что в случае победы, естественно, сразу все будет заменено. И отменены пенсионные ограбления, и совершенно по-другому будет сформироваться бюджет, и зарплата у бюджетников существенно возрастет, и не надо будет никаких подачек, а надо будет просто реально работать и за труд получать те же самые деньги, которые позволяют людям достроить. Я много могу рассказывать про программу, про сельское хозяйство. Чем отличается наша программа от всех остальных партий? Потому что, если честно, поднимите руки, кто видел программу «Единая Россия»? Программу «Единая Россия»? Народная программа. В Евгении. На самом деле, на последнем форуме, который проводили «Единая Россия», программу не представило сказать, что это живой документ. Мы будем, это никто не сказал, к чему стремятся. Потому что первая программа, которую они выиграли в 2002 году, оказалось, что ее нет. Потому что то, что они обещали народу, ее, скажем так, не выполнили. Я напомню вам, что там было написано, что каждая семья должна иметь не меньше 100 метров в квартиру, что доходы должны быть не меньше 2,5 тысяч долларов, что у всех должны быть рабочие места, 25 миллионов модернизированных рабочих местных. Я могу вам долго перечислять, как это написано. Это потом у нас Николай Бондаренко за то, что он рассказал об этой программе, признали экстремистом, оказывается. То есть он просто рассказал о программе, которая была. Оказалось, что люди, которые про эту программу сказали кое-что-то, они экстремисты. Сейчас, опять, я, честно, леса рук я не увидел, никто не видел эти программы. Тем более программы всех остальных 12 партий всего получается так. То есть первая партия, которая имеет программу социальную, социалистическую, и остальные 13, которые вообще никаких программ не имеют. И у них только одна задача, каким-то образом тянуть голоса, трансфицировать выборы, ходить, изображать из себя оппозицию в некоторых. А реальная оппозиция и реальная альтернатива партии власти – это их ППР. И программа, которую мы предлагаем, я имею в виду программу, в том числе развития села, она реально может привести к тому, что люди перестанут убегать из нее. К тому, что на самом деле наша молодежь, а это действительно факт, что, к сожалению, меньше 5% выпускников всеххозяйственных вузов хотят работать в сельском хозяйстве. Они практически не возвращаются в сельском хозяйстве. А те, кто возвращается, начинают испытывать такие трудности, которые не позволяют им развивать семьи, рожать детей. Почему Геннадий Андреевич привез форум к нам в субботу? Потому что у нас совершенно другая ситуация. У нас, например, в семьях молодежи, а это тоже надо понять, что это такой показатель развития нашего предприятия, от не меньше двух, ну, правда, в месяц семьи, у которых по 5-6. Почему? Потому что не надо никаких материальных, так называемых, маткапиталов. Нужно просто сделать так, чтобы точно знали, что у родителя, у папы всегда стабильная, достойная заработная плата, и есть возможность получать квартиры и улучшать свои жилищные услуги. И все, и начинают рожать. В стабильном обществе русские люди, российские граждане рожают очень хорошо, успешно. Геннадий Андреевич тут уже говорил, 9 первых классов в совхозе имени Ленин. Молодежи огромное количество. Средний возраст работников совхоза 44 года. То есть молодежи очень много. Я уже... Молодежь, молодежь. Я пожилой девятый. А молодежи действительно много. И я думаю, что мы говорим, что если власть попадет в русский КПРФ, вообще в территории России, в том числе и в Пермском крае, молодежь начнет оставаться у себя. Потому что на самом деле переезжать куда-то в пыльный, грязный город немногим хочется, но люди не видят перспектив, не видят нормальной, достойной работы, не видят возможности развивать семьи на сельской территории. Поэтому не уезжаем. Надо прекратить это все. Потому что мы видим, как тихо происходит экспансия. Если коренное население уезжает, то туда приезжают люди из других стран. И постепенно захватывают эти территории. Вот мы против чего. Мы за то, чтобы Россия была великой, достойной, помните, за СССР, за сильную, справедливую социалистическую родину. Поэтому предлагаю вам всем, а я уверен, что тут 99,9% сторонников КПРФ, просто нужно взять наших всех близких, родных, знакомых, друзей и 19-го числа прийти на выборы и проголосовать за будущее России. За номер один. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.